И спасибо вам большое за пригласить нас на этот важный день, чтобы праздновать детей в защиту. Большое спасибо. Спасибо огромное нашим гостям. Напоминаю, что это были Набила Эльбасел, профессор Колумбийского университета и Ася Терникбаева, директор Центра глобального здоровья в городе Алматы. Ну а сейчас здесь дедушка этого бассейна, хозяин этого бассейна шепнул, что он может запустить вас в этот бассейн. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие социальные работники, смотрите за своими детьми, чтобы... субтитры создавал DimaTorzok. Ну а я пока напомню, если кто-нибудь меня слышит, то что сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. Этот день закреплен в конвенциях о правах ребенка. Международный день закреплен в конвенциях о правах ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Данил нам дал уже визитки. Мы заочно с нами знакомы. Там или здесь? Может здесь открыто будет? Мы очень рады быть здесь. Да, да. Мы очень рады услышать об этом. Мы поняли это НПО, которое нам рассказывали. Мы хотели узнать чуть-чуть побольше. Значит, директором этого НПО являюсь я. Моя фамилия Бурханов, зовут Мама Собер. Я много лет работал в наркологическом диспансере, то есть в государственном учреждении. По-моему, я строил Драг статистический центр. В Оршебеке? Да, да. И в 2000 году, когда мы впервые стали внедрять программу снижения вреда. В 2000 году мы начали производить правительственные программы. И вот тогда мы почувствовали, что необходимо организовать неправительственную организацию, которая бы свободно мог достигать наших пациентов. То есть в 2000 году, когда мы впервые организовали, внедрили программу снижения вреда, вот программа обмен шприцов, на базе государственного учреждения. У нас были очень такие проблемы, препятствий. Трудно было достигать тех пинок потребителей. Когда мы начали производительный программ, как государственная организация, это было очень тяжело для нас, чтобы достигать наших пациентов. Да, да. Потом... Мы построили так называемый «трестный центр». И вот тогда мы поняли о важности неправительственной организации именно для работы с потребителями. Вы слышите, что не государственные? Да, да. То есть, другими словами, не хотели переходить ваше гос. агентство, потому что макозависимые не доверяли государству. Да, да. Зеличенко писал в асфальт были загнаны, да? Или как он писал? Закатаны. Закатаны в асфальт в то время. Да. Зеличенко. Зеличенко. Он был мой ex-босс. Мы работали для интервьюн-проекта. Также Зеличенко, он был журналист. Один из которых мы говорили, что «реградок агентств» для людей, которые были подвижены на асфальт. Он называет «underground». Да, «underground». Да. Да. Ну вот, с 2000 года, вот эта вот наша организация, мы стали сотрудничать с многими донорами, такими как фон СОРС, ЮСАИ, ПРООН. СОРС, ЮСАИ, ПРООН. СОРС, ЮСАИ, ПРООН. Это их... Самый главный человек, который впервые нам стал помогать, это КАСЯ МАЛИНОВСКОЙ. ПРООН Не знаю! КАСЯ МАЛИНОВСКОЙ МОСКОЙ. ВЫateur МАЛИНОВСКОЙ МАРСКОЙ МАСКОРИ? КАС我... да вот вот с 2000 года по сегодняшний день там что мы много сделали то есть тот барьер то есть вот эта программа обмен шприцев каким-то стал мостом чтобы они стали обращаться за услугами сэнсвэтан а но сэнсвэтан мы в в в в в в в Программа снижения бреда и проекты в рамках Программа снижения спроса на наркотики Программа снижения бреда и проекты в рамках На сегодняшний день в нашей организации работает более 30 человек Из них 10 человек специалисты, а 20 человек это зависимые, бывшие зависимые, созависимые, то есть это социальные работники В принципе, мы имеем 13 сотрудники, including 10 специалисты, и 20 человек это социальные работники или социальные работники Если в 13 местах есть необходимые交換ения или средства для всех? Что это? 30 человек 13 человек или 30? 30 30 они в обоих программах Да 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 Сколько у вас пунктов есть? 2 пункта 2 пункта На сегодня ежедневные услуги оказывают более 2000 наркопотребителям инъекционных Да да Ежедневная дай делм Giulевических до 2000 2000 2000 будет ваша службу в международных услуги да они зарвых А вот эта цифра 2000 ваших, так сказать, клиентов, это более-менее стабильная цифра? Да, да. Это постоянные клиенты, которые постоянно получают услуги. Но еще есть, которые приходящие, уходящие, непостоянные. But this is the stable amount of customers. Mainly the regular, so to speak, customers, but there are those new ones and open. А вы не могли бы рассмотреть побольше, какие услуги вы оказываете? Это отменший процессов или еще что-то? Значит, еще такое более важное, мы в течение последних 6 месяцев занимаемся, то есть это есть инициативная группа, которая работает с людьми уже ВИЧ-инфицированными. Организовывается группа среди ВИЧ-инфицированных, то есть это группа с самой взаимой помощью группы. 6 человек там только инициативная группа, это 6 человек. А на самом деле вот у нас за полгода где-то более 200 человек уже встречи были, интервью были. Это инициативная группа только. Это тысячи, которые постоянно посещают, примерно 200 человек офицированных. Так можно сказать, да? Нет, это только, которые интервью состоялись. Не все, не все. И они уже установили инициативную группу. И эти группы, так как, у нас было около 200 человек. Да, инициативные. Да, инициативные. Инициативные. Значит, услуги. И вот шприцы, иглы, презервативы, информационный материал и мотивационный интервью для направления на лечение. В пунктах организованы у нас дотестовые консультирования, психологические консультирования и консультирования не только самих ПИНов, консультирования со-зависимых родителей, это муж или жена потребителя. Да, и также они получают консультирование для членов, для членов, для членов, для членов, для членов, для членов. Обращение, то есть обращение к государственному учреждению через эти пункты доверия стали посещать больше государственного учреждения. Я использовал доктор, я работал 6 месяцев назад, но благодаря этому поводу, я заметил какие-то позитивные результаты, потому что многие люди стали посещать медицинские сервисы в этот статус. То есть вы направляете людей? Да. То есть для этих уязвимых людей, как наркопотребителям, государственные учреждения вместе с неправительственными организациями тесно должны сотрудничать, для того, чтобы эффективную помощь оказать. Ну вот мы очень тесно связаны с ПИД-центром, нарко-центром, кожевый диспансер и, конечно, мэрия. Он также занимался очень важно для направления людей, какasıkar. Почему у нас есть какие-то политические организации, которые работают вместе с ПИД-центром, сцентром, 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 сцентр 코нинistä, сцентром, сцентром... ...соксионального диски, сцентром и сцентром. Также у нас есть МЭС-админстрирование. У нас есть много политических медиций. И на заместительную терапию? Да, нет, это не очень важно. Это очень важно. Пять лет уже работает заместительная терапия, я думаю. И на сегодняшний день нуждающихся в этой терапии заместительнее очень много. Много тех потребителей, имеющих ВИЧ-инфекцию, гепатиты, туберкулез. То есть в одном больном целый букет разных болезней, да? Вот их, допустим, в туб-диспансере лечить или в спид-центре лечить без метадона невозможно. Таких людей не могут быть тратены в туб-диспансерах.